За сентябрь строительство проектно-конструкторского технологического бюро Севелмаш заметно продвинулось. Главный итог – основные работы по прокладке инженерных сетей за пределами здания подошли к концу. В течение месяца строители выполняли следующие работы снаружи здания. Осуществили прокол и уложили трубу под проезжей частью для подключения ливневой канализации к центральной сети. Проложили коммуникации по телеметрию и прочей слаботочной сети. Установили климатические системы на специальную платформу. Выполнили обратную засыпку теплотрассы. Были проведены все необходимые испытания и получены соответствующие акты для запуска теплотрассы. Начали укладку труб холодного водоснабжения. Прокладывали магистраль под этиленгликоль для климатических установок. Активно осуществлялось благоустройство площадки. Полностью демонтирован временный забор. Была выполнена планировка площадки под газон слева и сзади от здания. Там началась укладка чернозема. Установлен бордюрный камень по проектным отметкам слева от здания. Завершились арматурные работы у главного входа. Внутри здания по КТБ работы шли не менее интенсивно. Подошел к завершению монтаж индивидуального теплового пункта. Вскоре будут установлены датчики, сделана автоматизация и можно будет выполнять утепление. Монтировалась вентиляция и система сплинкерного пожаротушения. Прокладывались трубы отопления, водоснабжение, выполнялась разводка электричества и другие коммуникации. Установили перегородки с дверьми и покрасили потолок диспетчерской. Собрали часть каркасов под стеклянные ограждающие конструкции. Выполнялась внутренняя чистовая отделка стены потолка административно-ботового комплекса пожаростойкими лакокрасочными материалами. Укладывалась напольная плитка в различных помещениях АБК. Ощутимый прогресс в строительстве стал возможен благодаря поступлению средств в рамках акций «Спасибо». Мы признательны всем инвесторам за поддержку проекта и напоминаем, что снижать темпы финансированные сейчас нельзя, поэтому держим планку. С 12 по 15 сентября накануне международной конференции Solar Group 11 делегаций инвесторов и партнеров проекта из разных стран посетили строительную площадку Savalmash. Александр, Судорев, провел для них экскурсии по строительной площадке, где подробно рассказал о достижениях и ближайших планах строительства. Кроме того, гостям удалось пообщаться лично с Дмитрием Дуйновым. В дни предшествующей конференции состоялся ряд неформальных бизнес-встреч для каждой делегации, где активно обсуждали развитие проекта в регионах и делились впечатлениями от визита в Россию. Вдохновляющее и продуктивное общение продолжилось и 16 сентября на международной конференции Solar Group. Она прошла в Конгресс-центре особоэкономической зоны Технополис Москва на площадке Печатники. В мероприятии приняли участие более 300 гостей из 15 стран. Перед ними выступили 17 спикеров. Топ-менеджеры и национальные представители компании Solar Group, представители компании Savalmash, приглашенные специалисты и руководители индийских компаний, которые заинтересованы в применении технологии «Славянка» на своем производстве. Участники конференции первыми узнали новости и получили долгожданную информацию о развитии проекта. Спикеры рассказали им об акционировании и выходе на биржу, о ходе строительства и разработках Savalmash, финансировании и будущих проектах, процессе запуска по КТБ и сроках перехода на 19 этап. В шоу-руме были представлены электродвигатели с совмещенными обмотками разработки Savalmash, транспорт и инструмент на «Славянке», документы компаний, а также главные призы осенней лотереи Solar Group, электромобиль и электробайк. Все участники отметили очень высокий уровень организации конференции, так же, как и других мероприятий, которые прошли в рамках события.